Тут пришли и новости свежие, но я уже буду их читать политехнологу и писателю Михаилу Шейтельману, которого я давно не видел, за которым соскучился. Здрасте. Да, здравствуйте. Здрасте. Что это за молодежные прикиды вообще? Что это такое вообще? Холодно, холодно уже. Где пиджаки заезженные, где какие-то рубашки образца 52-го года? Почему вы, уважаемый человек, так сказать, как это, в сединах, знаете, как принято говорить, в сединах, позволяете себе какие-то молодежные прикиды? Что это такое? Вообще мир рушится, понимаете, начиная с вас. Во-первых, кофта под цвет бороды, во-вторых, я в 52-м не носил костюмов никогда, вот прямо из принципа. Вообще, я опередил тренд, я знал, что этим кончится, что как человек в футболке будет управлять людьми в костюмах. Вот я сейчас ровно этим занимаюсь. Совершенно верно, да. Очень коротко, смотрите, есть у нас с вами, вы знаете, 27 минут, поэтому какие-то короче, а какие-то шире. Значит, коротко, мы все знаем, всю информацию по поводу украинского наступления, все вот это вот понятно. Знаем огрызание, заявление медведя, вообще это интересно читать. Все-таки, знаете как, Михаил Задорнов умер, но дело его живет. Вот, значит, ну, как и другие писатели-сатирики. Значит, смотрите, ваша оценка, очень-очень коротко, потому что будут сюжеты. Ваша оценка на данный момент украинского наступления и ответа России по бомбардировке инфраструктуры и ответа Украины, вы знаете, взрывы в целом ряде российских городов. Пожалуйста. Ну как, если это коротко, то 5 с плюсом, 3 с минусом. В том смысле, что, ну, про, естественно, про наступление украинских войск мы можем только радоваться, я тоже, что я могу сказать, я же не военный, да, чтобы оценивать. Для меня все это не было сюрпризом как факт, но сюрпризом то, как это происходило, вот это бегство российской армии, то, как быстро наши наступали и сколько наши захватили, это, конечно, какое-то чудо. А с ответом россияне его придумывали явно в срочном порядке, потому что они не ожидали. И вот этот их ответ по инфраструктуре, честно сказать, он достаточно эффективен. Давайте так, все-таки им удалось внести сумятицу в жизнь многих людей, причинить много неприятностей. Я думаю, что и убить удалось достаточно многих людей, в конце концов. Не только тех, кого непосредственно ракету убили, но наверняка там больные умерли в больницах, еще что-нибудь. Когда в таком городе, как Харьков, электричество выключается, то это ведет к большим трагедиям, я уверен. Вот вы знаете, насколько я понимаю, Михаил, вообще инфраструктурно большие города подготовились к этому делу. Я не видел ни одной новости, что кто-то умер в больнице. Погибли люди, которые вот куда попали ракеты, это да, понимаете? Но вы знаете, что через пять часов полностью была восстановлена электрическая инфраструктура и утром уже пошло метро. Понимаете? То есть как-то, по всей видимости, пацаны готовы. Так поэтому три с минусом, да, потому что они же... Вот это, знаете, есть такая, кстати, я вспомнил в книгах о стратегиях, стратегия вчерашнего ответа. Они нанесли удар, который имело смысл наносить в марте, потому что в марте мы были бы не готовы к таким ударам. А сейчас мы, конечно, готовы. Вот, например, товарищ Стрелков, как известно, пишет, что все правильно, но надо же бить по Киеву, по Львову и так далее такими ударами. А он что, не догадывается, что у нас уже ПВО, что уже не получится? Уже когда летят калибры, мы сбиваем там со стопроцентной вероятностью, насколько именно калибры. Какие-то другие ракеты не сбиваем. Почему в Харьков не получается сбить короткое плечо, да? Но как только плечо длиннее, как только это нужно ракете 100 километров на нашу территорию пролететь, так уже все, она никуда не долетает. Поэтому три с минусом. Они придумали ответ, но поздно. Вот если бы они нам такой ущерб нанесли в начале войны, я, честно, этого боялся, потому что меня предупреждали люди, которые военные специалисты, что, скорее всего, Россия вот такое будет делать. И я каждый раз, когда у меня на секунду выключался интернет, я думал, что это все, конец. Или там подходил кран, а напор слабый, я думал, все, сейчас исчезнет вода. Это вот весь март я так жив. Да, я прям весь март жил, что сейчас все, сейчас россияне уже долбанут, а теперь уже все, теперь поздно. Давайте я вас развлеку, я же должен вас развлекать, да, вы же ждете шоу от телеканала. Сейчас фрагмент шоу, я прошу, Ира, если можно, Тиграна Эдмоновича Киасаяна. Это, да, не-не-не, сейчас сумасшедший, послушайте, я объясню вам. Понимаете, я очень хорошо знаком с Тиграном. Ну, во-первых, потому что Тигран и его брат – это выдающаяся семья, это Эдмон Киасаян. И мы с вами, сейчас уже забыты эти фильмы, значит, как они назывались, «Неуловимые мстители», помните, да, были такие фильмы. В общем, короче, это был талантливый режиссер, у него два сына. И Тигран Киасаян, он по исходной профессии, он кинорежиссер, а брат его, он кинопродюсер, у них такая небольшая фирма. И когда я снимал свой первый и единственный художественный фильм, то Тигран помогал мне его монтировать и так далее. Я, конечно, то есть, ну, нормальный человек был. Совершенно в жизни я не ожидал, что брак с, значит, с вот этой вот немыслимой, как ее там, Russia Today, что такое с ним приключится. И вот мы смотрим крохотный фрагмент, где он как бы объясняет, чего надо сейчас делать с Украиной. Смотрите на экран. Я считаю, что мы должны отойти от этой очень понятной мне христианской, абсолютно миролюбивой позиции и понять, что идет война и как следствие. Во-первых, обесточить всю Украину. Просто, чтобы и спутники бы не помогали. А тут видишь, что энергоблок как раз перекратил свою работу. Это, это, а не энергоблок. А есть другие теплоэнергостанции, ну, есть масса станций. Там у них же есть еще и АЭС. Понимаете? Вот именно до этого. Потому что надо снести полностью, на мой взгляд, я не советую военным, я говорю о психологии. Всю банковую. Вот всю банковую с ней ничего. Мюнхен снесли, потом по фотографиям восстановили. Если там есть здание, которое надо восстановить, мы восстановим. Так построим. Потом. Ну, вот такой Тигран Эдмонович Киосаян сейчас. Вот эти вот его мечты, влажные, как принято говорить, влажные мечты и желания, они осуществимы? То есть формальная сторона, без его характеристики. Снести банковую, вот каждую электростанцию и так далее. Вот это вот получится? Ну, я думаю, что надо отвечать словами из фильма же про неуловимых мстителей, да? Но над степью зловещий ворон пусть не кружит. Мы ведь целую вечность собираемся жить. Собираемся жить, да. Я бы ответил еще цитатой. А по бокам дороги мертвые с косами стоят. И тишина. Понимаете? Историческая фраза, да. Да, да, да. Но вот эту песню фактически вчера процитировал Зеленский, кстати, отвечая, в общем-то, на эти бомбежки. Ну нет, опять поздно. Но чем они собираются это делать? В смысле, он просто рассуждает так, как будто у них... Какими-то ракетами у них еще остались какие-то ракеты. Есть. Ну так они... Мы же видим, что ракеты малоэффективны оружия в такой глобальной большой войне. Что точных ракет у них особо не осталось. Что мы эти ракеты сбиваем уже успешно. Что, ну это спасибо, кстати, западным союзникам, да, которые прислали нам такое уже количество систем ПВО, что вот это тотальное уничтожение нашей инфраструктуры было действительно невозможно в марте. Но сегодня невозможно. А есть еще один нюанс политический. Мне кажется, вот почему они вчера ударили, а сегодня уже сильно вроде и не бьют. А в чем дело-то? А в том, что, по-моему, во время событий в Виннице, известного бомбардировки Винницы террористической, по-моему, Путину что-то объяснили. Западные партнеры что-то объяснили. Он тогда, как мы помним, принес извинения фактически. Ну, то есть как оправдывался, извините. Не извинения. Оправдывался, говорил, что это не терроризм, что мы случайно, мы не туда целились и так далее. То же самое направлено. Но сейчас же он... Сейчас же это настоящий терроризм? Да, это сейчас настоящий терроризм. В чем цели полагания? Это он нас наказывает за наступление? Мы ответили. Конечно, запугивает он нас, что вот я могу так, могу так по всей стране. И вот, собственно, он ракета плюс Киосаян. Это их оружие. Что вот смотрите, мы ракетой покажем, как мы можем, а Киосаян расскажет подробности, если вы не поняли. Но я уверен, что есть закулисная простая какая-то недоговоренность, а давление на Путина. Я уверен, что оно было оказано после случаев в Виннице конкретно. И иначе бы он не стал оправдываться никогда. Да еще в присутствии других президентов Каспийского моря он был оправдываться. То есть его совсем подставили. И я не знаю, что ему пообещали, какие кары земные, очевидно, а не небесные, со стороны Запада. Но эти инструменты, я уверен, у Запада, как выяснилось, есть. Я честно, я не знаю, какие. Я человек простой, мне непонятно, как. Но я вижу по результату. Потому что по результату что? Это прекратилось раз. Где? Где бомбардировки Львова, например? Ведь все знают, что через Львов, через вот ту границу идут вооружения. Правильно, Запада? Нет, нет, это не совсем так. Это не совсем так. Тут я вам могу ответить. Михаил, есть что-то очевидное, есть что-то невероятное. Дело в том, что если вы представляете, что вот идет поезд с хаймарсами, так это не работает. Мне объяснили, как это работает. Никто не знает до последней минуты, как это будет поставлено. Кроме того, идет одно, а внутри другое. Идет третье. Ну, вы понимаете. Да, я понимаю. Ну, и так далее. Вспомните, как они пытались бить. Я помню, как они, когда вот они объявили об этой программе, что они будут уничтожать логистику. Они били по железнодорожным путям во Львове. Постоянно били. Это просто был, в какой-то момент стала ежедневной историей. Где-то в июне месяце стала ежедневной историей. И вот после Динницы все прекратилось. Еще раз. Все удары по неприфронтовым городам. Харьков – прифронтовой город. Николаев – прифронтовой город. Вот там они продолжают бить. Хорошо. Давайте я вам скажу, что у нас есть свои киосаяны. У нас свой киосаян под названием «Залужный». И вот я напомню зрителям, которые вас сейчас смотрят, немножко пришлось ответить. Громкие взрывы, как я уже читал сегодня эту радостную новость, громкие взрывы слышны сразу в нескольких местах Ростовской области. В Ростове, в Азове, в Таганроге, в Новошахтинске, в Шахтах, в Новочеркасске, в Оксае и в Ейске. То есть, так сказать, ну, немножко, немножко, чуть-чуть, да, пошумели, понимаете? Конкретно. То есть, вы там ударили в трех городах. Мы ударили раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Есть чем, ну. Вот, есть чем. Вопрос, что это за вооружение. Так как до этого мы знаем, что Америка прямо просила не бить по территории России. Вот я думаю, что одно из условий Соединенных Штатов по отношению к Путину и высказанное, причем, в адрес Комаревской администрации, что мы не будем бить по вашей территории, пока вы не совершаете теракт. Теракт нашим оружием будут бить по вашей территории. Хорошо. Смотрим. Да, смотрим видео номер девять. Русским начинают аккуратно и потихоньку вкладывать в головы мысли о допустимости завершения войны и необходимости поиска тех виноватых, кто вообще надоумил великого и мудрого Пу влезть в Украину. Это видео. Я его не видел. Давайте посмотрим вместе. Которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем. Росгвардия, кадыровцы все наведут в порядок и так далее. Вот эти люди, ну, просто подставили всех нас очень сильно. Но эти люди есть, вы уверены. Конечно, есть. Президент же не сам как бы сидел и думал, дай-ка я начну спецоперацию. Кто-то приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросятся. Кто-то же это ему говорился, в конце концов. Не знаю. Мы подошли к черте, за которой надо вот просто понимать простую вещь. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны. Контрактники воюют, там, значит, ЧВК и так далее. Мобилизации нет. Заритойки следите. Ну, это невозможно абсолютно, потому что российской армии, там противостоит вообще сильная армия, которые по полной программе поддерживают сильнейшие в экономическом, технологическом отношении государства, Европу, да, в частности... Вы предлагаете мобилизацию провести, военную мобилизацию, мобилизацию, там, сознание или экономику? Начать переговоры о прекращении войны и перейти к политическим вопросам. Вы с Николаем Игоревичем это постоянно. Давайте, Сергей Михайлович. Вот, Сергей Михайлович, у меня просьба, Ира, вот если можно, все, нигде не возьмешь. Я же, да, все, все, успокойся, боже мой, как только просишь, как просишь... Не, ну она объясняет, редактор, что она эту дичь смотреть не хочет, понимаете? То есть русский народ еще не выступил против Путина, а моя редактор уже выступает против меня. То есть, понимаете, чуть-чуть получилось не там, географически. Должно было быть там, а в результате... Вы начинаете терпеть политическое поражение, как бы оно ни перерасло. Да, политическое поражение Матвея Гонопольского. Там гениально он после Бориса Надеждина, который, Ирина, ты неправильно поняла, что происходит на экране. Борис Надеждин – это такой либеральный политик, который бегает между струйками, и вот он высказал эту мысль, Ирина, а вокруг него стояло 50 волков. И вот самое главное, что было дальше, потому что после него, я не знаю, видели вы этот фрагмент или нет, абсолютно гениально дали слово Миронову. И Миронов, глядя в глаза Надеждину, сказал, это спецоперация против украинского фашизма, которая поддерживается западными кукловодами. Спецоперация идет успешно, так и сказал, и она будет доведена в нацистский режим. Вот видишь, ты нашла, видите? Она нашла. Она поняла, что ей грозит увольнение, шутка, и она нашла. Она говорит, смотрите ответ Миронова, это гениально, давай. Нам нужно выиграть войну на Украине. Мы должны ликвидировать там нацистский режим, а после этого, кто еще захочет, пусть приходит, и мы с ним поговорим. И сколько лет мы будем это делать, Саша? Сколько надо. Очень хорошо. Сколько надо, столько будем. Спасибо за честное ответ. Потому что это специальная военная операция, которую некоторые, я тоже называю, Великой Отечественной. То есть мои 10-летние дети еще повоевать успеют, правильно я понимаю? Ну, это не Миронов, но Миронов просто более четко сказал, он как Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот, вот это я вам хотел показать. Давайте еще покажу, это совершенно замечательно. Значит, шнур, ну там я не знаю, Ирина, там плохой звук или там нормальный звук? Все прекрасно. Значит, шнур, видимо, разочарован настолько, что в день Москвы на концерте исполнил легендарную Москву и даже произнес со сцены запрещенную фамилию Навальный. Ох, героизм вообще, кончиться можно. Ну, давайте посмотрим шнура, который то в одну сторону, то в другую, но тем не менее, что есть. Давайте. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, я не хочу, во-первых, делать... Вы просто это посмотрели и можно забыть. Потому что, ну да, вякнул он со сцены, значит, какую-то... Не будем забывать, что он работал генеральным директором прокремлевского канала RTVI, который вещает на это самое. Сейчас ушел и так далее. Как видите, у шнура все хорошо. У шнура... Я не призываю его быть революционером, это совершенно не нужно. Просто, что бы ни происходило на улице, в концертном зале битком, девочки в коротких юбках и с таким перегарным матерком и так далее, шнур в полном порядке. Поэтому тут... Я вот о чем вас хочу спросить. Тут гораздо более опасная вещь появилась, если можно коротко, потому что еще я хочу вам показать один сюжет абсолютно трагичный. И, значит, смотрите, вы знаете, наверное, что муниципальные депутаты Санкт-Петербурга и Москвы стали требовать, стали писать, и там причем очень грамотно составлено, они обвиняют Путина в государственной измене. То есть, чтобы зрителям было понятно, государственные измены они трактуют очень ловко и правильно. Они не выступают против военной операции, потому что, вы понимаете, они сядут. Имеется в виду другое. Они там пишут, что в результате этой военной операции ухудшилась жизнь россиян. Понимаете, да? Вот если говорить одной фразой. То есть, россияне гибнут, ухудшилось их материальное положение и так далее, и так далее. Поэтому и вот сегодня была еще одна новость, что новая партия, ну, в общей сложности, видите, 17 округов. Представляет ли, можно ли это назвать, ну, так сказать, началом, именно началом, слабым, робким, разброда и шатания в каких-то определенных элитах? Да, я абсолютно уверен. Я залез даже на сайт вот этого. Зависло. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте перенаберем, перенаберем, а я пока вам покажу 12-й сюжет. Послушайте меня. На меня он произвел грандиозное впечатление, значит, ТВА среди лидеров, погибших в российско-украинской войне. И мы сейчас посмотрим, если я не ошибаюсь, это Deutsche Welle сделали. Нет, карантайн, в настоящее время. И вот мы сейчас с вами посмотрим, на мой взгляд, невероятно трагичный сюжет. Эта женщина потеряла всех и вся. И послушайте, что она говорит. ТВА, пожалуйста. Победа, победа моих сыновей, отцов семейства моих внуков, спецопераций. Дело наше правое, и победа будет за нами, за российскими солдатами. Сын Надежды и старший ее внук погибли весной 22-го года. Республика ТВА среди лидеров по потерям военнослужащих в Украине. Позвонил мне в конце февраля, перешли в границу Украины, находимся в спецоперации «Бабушка». Я говорю, что такое спецоперация? Это если по-простому говорить, это война, бабушка? Не тревожьте, не тревожьте, бабушка. Потом он звонил в марте месяце два-три раза. И в последний раз он позвонил после 10 апреля. И потом звонки его оборвались. Сложил на алтар победу голову апреля месяца в конце. Господи, каких я мальчика вырастила. Так они каждый год на параде победы. С малолетства, как мой Алденхарел воевал гранатометом, когда Алденхарел по танку противника, такой-то танк загорелся. Ну ты прям тебе только на митингах выступать. Пива, беднейший регион РФ, 200 тысяч в месяц за участие в войне. Серьезный довод для безработных мужчин. Местные шаманы проводят ритуалы, чтобы уберечь тувинцев от гибели на войне. Я хочу понять, что это задание в Смезополясе не иначе. Мой дед говорит, что это ангел-хранитель. Посмотри, тысячи триста лет. Это ангел-хранитель. Вот мой брат мой отца, и вы расстреляли через пасмолоту. Трет бежит могучий Енисей, ему склонило с гора Хайракан, а на деревнях молодые тувинцы, потомки Субудая. Мы почти что как в зоопарке. Нас мало стало тувинцев. Лично мой племянник, родной сестры, сын, Швидол Артур Горулович, племянник, первым делом ко мне подошел, а Дверин. Ты что, ё-моё, Артур, ты же один, единственный мой племянник. Я тебе горбу таскал. Ты зачем? У тебя точка. И четырехмесячный сын родился, когда ты в Украине был. Не езжай дальше в Польшу, в Украину. Ну и нафиг, говорю. А он уже продлил на пять лет контракт. Ё-моё. Противники войны молчат, чтобы не попасть под статьи о фейках и дискредитации. Обещанные за погибших компенсации удается получить далеко не всем. Надежда Байкара, потерявшая двоих кормильцев, государство в помощи отказало. Моя Сочи. Моя Анапа. Это все мои города. О, хороший чай. Это пастбища, где пасутся овсы, козы, ягнята, козлята. Я не фермер, я просто сельчанин. Личнопособное хозяйство, дом видел. Ну вот мы вот тут держим сколько можем скота разного. Отсюда мы кормимся, мы не бедствуем. Мои сыновья и внуки идут, контрактные солдаты. Ни за деньгами, ни за деньгами, ни за зарплатой. У нас всегда свежее мясо, вон они бегают, видал? Ничего, будем жить. Будем жить не унывать, а слезу протирать. Понятно, Владимир? Давай, пей чай, горячий. Надежда гордится, что мужчины из ее рода по традиции служили в армии. Ее десятилетний внук тоже мечтает о военной службе. Значит, будем жить не унывать, а слезы протирать. Трагичнейший сюжет для меня. Трагичнейший. Две минуты вам для комментариев. Не слышно, включите, пожалуйста, звук. Проверьте, пожалуйста. Сейчас слышно меня? Да, сейчас слышно, пожалуйста. Портрет Путина висит на стене, а рядом портрет человека, расстрелянного в 1938 году. Органами, как понятно, НКВД. Вот органы НКВД расстреляли человека, а вот руководитель НКВД, товарищ Путин, рядом с ним. Это говорит об одном всего, раз они рядом вешают такие портреты. Они просто вообще не понимают, о чем говорят, где живут, чем живут. Эти люди живут в основной своей массе, честно говоря, каким-то религиозным бредом допотопным. Ну, мы же слышим, да, это же религиозный бред. Причем религия может быть шаманизм. А может быть вот это, что ему и дед погиб, и отец погиб, и внук погиб. Это тоже религиозный бред. И Путин же, человек, который живет религиозным бредом, в отличие от остальных, кстати, прагматичных ребят в Кремле. Вот он задвигает какие-то вещи про какую-то историю несуществующую. Типичный такой религиозный бред. Одно с другим вполне складывается. Жаль, что этот регион, этот УВА, который, наверное, могли бы вырасти какие-то нормальные люди, наверное, там красиво досталось этой Российской Федерации. Была бы она самостоятельной, кстати, до Второй мировой войны она была независимым государством. Может быть, там было бы что-нибудь по-другому. Но так, к сожалению, они будут как расходный материал. Сказал же человек, мы здесь как в зоопарке. Правильно? Уникальные. Но скоро не останется, в Красную книгу занесут. А потом как этого, как носорога из Судана, вычеркнута с Красной книги в связи с вымиранием. Ну вот и все. Поэтому трагичные, да, трагичные. Как спасти этих людей? Ну никак. Такая у них судьба. Это вот пользуются ими и все. Михаил Шельтельман, спасибо вам большое, что вы были с нами. И до следующей встречи. Благодарю.